ПЕРШИЙ ЭНЕРГОБЛОК ОСТРОВЕЦКОЙ АЕС ПЕРШИЙ ЭНЕРГОБЛОК ОСТРОВЕЦКОЙ АЕС запустять только в середине жнивня, поведомило Министерство энергетики. Затрымку тлумачать с необходностью прогреть обсталявание и набрать могутность реактивной системы. А что еще сегодня у объективы? Про головные темы уже про замгнение. С вами Юлия Лобанова. Витаю с подарства. Светлана Тихановская с визитом у Вашингтоне. Выники першого тыдня. Приехали, чтобы провести как можно больше встреч, чтобы заново устанавливать дипломатические отношения, которые были потеряны за все эти годы. Такого рода контакты нам понадобятся в Новой Беларуси. Бородьба с неурадовой активностью. Наворачиваются слезы из-за того, что вот такие сервисные организации, которые делали то, на что не хватало возможности государству, они закрываются. И очень много реальных людей, которые требуют реальную помощь, вот прямо сейчас будут этим затронуть. Зликвидованы больше за полову сотни громадских организаций. Меньше за 870 рублей на месяц. Заробок половый беларусов. Пять дней есть средний класс. Вымываются люди, которые могут на себе заработать. Сегодняшний день распочался новинную про массовую ликвидацию третьим сектором. Регистрация, а значит, право легально працовать в Беларуси, позбавили больше за 50 громадских организаций и объединений. Учера Лукашенко публично заявил про их зачистку, как шкодных для державы. Под удар сяродинших трапили и доброчинные организации, что занимались допомогою людям с инвалидностью об лечении хворобов. Витал сиучек подрабязней. Офис правов людей с инвалидностью, правообороншую организацию Human Constanta и А650 организаций все не опустили под нож. Подконтрольный Лукашенко Минюст поведомил про ликвидацию недержавных обеднаний. Некоторые даже не наворачиваются слезы из-за того, что вот такие сервисные организации, которые делали то, на что не хватало возможности государству, они закрываются и очень много реальных людей, которые требуют реальную помощь вот прямо сейчас, будут этим затронуть. Забрали регистрацию так само белорусских культурнических организаций у сиротгих артсадзиба, а так само курсы мова на нова, на яких вучилися тысячи человек. А спрэчвать ликвидацию, вогули коментовать ситуацию в теперешних умовах лечу непотребным. И так усе зрозумело. Что робить далей? Размовлять по-белорусску, любить Беларусь, вылучать нашу великую мову, историю и культуру. Пасля кожной ночи наступает день, и пасля гэтый тёмной ночи день наступить обовязкова так само. Трапили под пераслед и такие установы, як Белсетка Антиснит, Центр Аматора Уживёлы Лавбрыл и правообороншая организация Ваколица, якая допомагала же Харам Менская району отстойвать свои правы с забудовниками, подвоёвывать зелёные зоны. Зашла на официальную страничку Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. И там с удивлением обнаружила, что оказывается 15 числа было принято решение Минским районным исполнительным комитетом о ликвидации нашей организации. Прычину ликвидации никто так и не подлумачил. Системы правосудия нема. Замежная политика звелася до отношений с Россией. Ну и восьмый чердзе ликвидации, нейтрализации громадянской супольности. Для владов это не важно, что вникнуть те послуги, які структуры громадянской супольности оказываются громадские. Для влады важно захование самой себе. На переда дни на тему недержавных организаций уговорил Лукашенко. Ну и что, демократию получили? А сейчас оглянулись. Ба, так это же вред для государства. Идет зачистка. А вы думаете, что это просто? Але одна справа узурпатор. Гиншая – ты, кто выполняет его на ожидании. Под ликвидацию трапил проект имены. Блогерка Наста Захаревич звертае увагу, что это ликвидация допомоги детям хворым на спинально-тяглицевую атрофию. Тым, кто мая аутизм, а так сама пашуковому отраду «Аньол» и гиншым проектам. Мы мусим усе разуметь, что мы отказны за свои решения, яке мы принимаем. Что человек, який подписывает загад ликвидовать некую установу, особисто отказны за те смерти, яке будут исти после ликвидации этой установы. На переда дниш услед за недержавными организациями, Лукашенко закранул пытання контролю индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Это моё жестокое требование, я от правительства не отстану, пока мы не выработаем систему. На думку Лукашенки, у Беларуси развялося за шмат ИП. Актуальным застается питание, что может спинить державный террор. Витал Цивчик, Бесад. Усклала к ветке допомнику Тадевушу Костюшку разом с амбасадорами четырех краинов. Обмерковала у Конгресса США допомогу беларусам финансовые и секторальные санкции супротив режима Лукашенки. Светлана Тихановская завершает визиту в Вашингтон, динокировывается у Нью-Йорк. Правыники Апошняга дня у столицы Злучаных Штатов Сергей Подсасонны. Помник Тадевушу Костюшку, народженец Берастейщины, национальный герой Беларуси, Польши и США. Змагался за незалежность речи посполитой, а так само Злучаных Штатов. Поэтому Светлана Тихановская не могла обмянуть гэта гисторичная важная для кожного Беларуса местца. Поэтому тут были ускладзены кветки и так само гучали промовы. Это была инициатива пани Тихановской, чтобы сложить кветы под помникем Костюшки в Вашингтоне. Гэта была инициатива с подаранью Тихановской ускласти кветки до помнику Костюшки в Вашингтоне. И она запросила на гэту урочистость меня так само амбасадарку Литвы. Для меня из подаранья амбасадарки гэта было вельми важна, бо Костюшка символ и герой польского, беларускага и литовскага народаў, а так само амбасадарка ЗШ у Беларуси Джули Фиша. Так само Светлана Тихановская наведала национальные архивы Злучаных Штатов, где можно побачить Декларацию Незалежности, так само Первая Конституция и иншые важные национальные документы у гистории Злучаных Штатов. А кроме вот этого помника ТДВшу Костюшки Светлана Тихановская наведала помники Гладомору и Ахвярам коммунизму. Гэта так само вельми символичное местце, як казала сама с падарыня Светлана. Пасля усіх гэтых таких важных символичных историчных местцаў яна накеровалася и зновжа у Сенат Злучаных Штатов, где адбылось адшарговая спаткання. Сьогодня мы встречались с главами комитетов по международным отношениям и палаты представителей и Сената. И заручились их поддержкой. Они будут поддерживать беларусов, продвигать наши идеи, наши предложения в Конгрессе. И очень важна поддержка и сенаторов, и представителей, палаты представителей. Поэтому нужно рассказывать и Беларуси. К сожалению, нам кажется, что о нас все знают, о нас все говорят, но нужно говорить о том, что происходит в стране. Уже сёдня самое раннє, це адбылся снят данок, де пришли представники буйнейшей недержавной организации Freedom House, садиба, якой знаходится у Вашингтоне. И что вельми важно, на гэты снят данок пришел намесник держса кратара США Стивен Биген, який знаходится на гэты посадзе с 2019 года. Гэты жесты только подкресливают подтримание в керунку Светланы Тихановской и подтримание в керунку Беларуси. Я еще после обеда ждет дипломатичный брифинг, который организовывает Амбасада Великой Британии в США. На гэтым брифингу ждет Амбасады Японии, Канады и Австралии. Светлана Тихановская будет выступать на гэтым брифингу, будет доводить информацию про беларусские справы, про беларусские проблемы, а это означает, гэты Амбасады будут доводить все гэта у своей краины. И что так само подкресливаясь не только символичность, але и то, что про беларусские справы будут сведать с первых вуз нау. Завершится таким символичным символичной встречой гэты дзень у библиотецы Конгресу, гэта старейшая установа культуры у США и самая великая у свете, где заховываются документы ажно на 450 мовах будинок был побудованный у 1800 годе. Такие выники пятницы спадарства, а уже завтра субота и Светлана Тихановская лететь из Вашингтона в Нью-Йорк. Сергей Подсасонный, Белсат, Вашингтон. Стало вядомо, повод для какого артикула затримали журналисты Белсату Игора Ильяша. И он подозреванный повод для частки 1-й 342-го артикула Криминального кодекса Организации и рихтование дзенев, что грубо порушают громадский парадок або активную делу Суд разглядал скаргу на затримание выкладчатцу призналі схильными до экстремизму. Отповідный документ выдали усе за. Гэта статус означая больш жорсткое ставлення довязня у местах позбавлення воли, больш частые проверки у камерах и перасовывание по турме у кайданках. Слідчий комитет спынив криминальную справу супраць аршанского активиста, правооборонцы, редактора сайту орша.eu и засновальника крамы с национальной символикой судовная крама Игоря Казмярчака. Его подозревали у апагань ванні будинка и псаванні майомостя. Я потрапляю падвось гэты облавы во всей країні. 8 числа кого там затрималі журналіста по-моему у мене сайт орша.eu я затриманный. 14 числа затрималі правооборонців я супрацовні еще з весной мене затрималі. Зараз чекаєм кого я ще буду спрэсаваць і паду я под гэты крытыр. А, и пэшніков тепер обвесцелі буду спрэсаваць да, я же пэшнік. Аршанскага активіста затрималі 8 ліпіння і на три дні змістіли у ізолятор часовага утримання. У дома провелі піратрусы забралі техніку. У минулую сяраду Ігоря Казмярчака і знову затрималі падчас облавы на журналістів і правоабаронців. Пасля піратрусів с судовной крамай разарвалі дамову абарэнзі. Середній заробок у Чырюйні выраз на амаль 14 рублів. Прыгэтам прынамсі палова беларусів отримліває на руки заробок менші за 870 рублів. Держава падлічила таксамай медіянная доходы насильництва, які наилепші дляустровуваюць наш реальний добробыт. Максимуму за апошні 8 годів. Працаваць менш не стали, чому худній гаманец. Юлія Тяльпук. 870 рублів з уже адлічанными падатками. Медіянны заробок беларуса середніга у Шырагу. Гэта значыць палова беларусів заробляє більш за гэтую лічбу, другая палова заробляє менш. Свякровь мене заработає на красному пищевіке со стажем работы 20, пачці около 30 лет она получає 400 рублів. Соответственно, не хватає ни на що, ни на життя, ни на що. С ребенком проживаю 800 рублів заробля. Вот это заробля. Не шокуємо. Мне хватає слетати куда-нибудь отдохнути, поїсть, попити, сделать ремонт, заправити автомобіль. Я не скажу, что кто-то шокує. На море никто не ездит со знакомого. Близкі до реальних медианныя звездки об доходах вылічваюць методам середняга арифметичнага сяродработніка у кампания, у яких занятыя каля 60% працівніка Украіны. Середній заробок, про які рапортуюць, што месяц, пералічваюця с перакосом у больший бок. Розніца поміж середнім і медианным заробками паказыває узровень материального расслояння сярод наемных працівніков. У червіні она склала 28,3, перакрочувши допущальну рысу і паставіла рекорд за доступні 8 гадоў статыстыкі. Доходы беларуса все літа опустилися до узровня, який был 8-9 годів тому. Кошты на життё працягуюць расти, прачым ў червіні інфляція досягнула 10%. Пры допомозі звестак Национального статыстычного комітету Білсат параўнаў червінські цены на харчы з тымі, што былі ў 2014 годі прайбравши лишнія неденамінованые нулі. На тратіну падаражала м'яса і таматы, ў двая падаражали хлеб ды малако, ў трая гречка. Працаваць гады инвестиціў в основны капіталы зменшаюцца. Те инвестиціўне модерніцэнне программы, які запустіў УРАД, таксамы не даюць някая аддачы, яны таксічны і намагаюць яшчэ больш субсидіў з буджэтом. Кап краіні хапіла харчоў до новага ураджаю, УРАД часова забараніў вываз з Біларусі замежы ЕАЭС, пшаніцы, іспельты, гречкі, ікру паузеўе. Прямаль нулявым за опошніе місяцы ростіву ставку Лукашанка робець утым ліку на прибыткі з харчовай промысловості. Главный фактор, на который надо обращать сьогодні внимание, состоїть в том, что продовольствіў как никогда сьогодні выросла в цене. Спрос неимоверный. Окола мільярда людей по разным оценкам в мире голодать. Украина, где люди голодуюць, як, наприклад, африканский Судан, праблемы с платежа с дольнастю. Пытання, які країны набудуть беларускай і годна заплотять. Якщо мы начнемся опять смотреть по структуре, молочные продукты, мясо и так далее, виды мяса, то мы увидим, что все это в пределах от 70 до 90 процентов это идет в Россию. Якщо взять те разговоры, которые последние годы ну давайте это больше наверное имеет характер какого-то пиара. Пасля гаду держ кредитовання аграрного сектору керауник закликаў отрымаць ад землі аддачу, выканан держ замову на сельска господарчай культуры і нарастіць экспат. Лукашэнка меркуе, што гэта можа стацца дадатковой махчымасцю паправіць экономічнае становища Украине. Юля Тельбук-Белсад. Иракі Airways спадвоювая колькаць рейсаў з Багдада ў Менцк. Гэта ксажніўня самалёты авіакампаніі будуть лётаць ў беларускую сталіцу чатыры разы на тыдень. Паводлі пяравошыка рашэння прайнялі ў сувізі з высокім попытам. Литовская МЗС назвала гэта негатывной тендэнцэй і заклікала кераўніцтва Ираку як мага хучэй прыслаць ў Литву спеціальнаю делегацію для развязання питанё з мігрантами. Учётом сложившіся ситуаціў непосредственно в Иракі уже действують определённые групи інтересів, которые зарабатывают на этом серьёзные деньги и у которых возможно есть определённые связи уже и в Беларусі. Насколько они связаны непосредственно с властями Ирака сказать трудно, для этого должно быть проведено соответствующее расследование. Усувізі з махчымом пагаршынім ситуація з нелегальну міграцію ў Литві мяжы з Беларусі побудуюць контейнер на гарадок для 40 тысяч мігрантов. Започні сотні ў Литві затрымали яшчэ 92 мігрантов, што пересяклі мяжу з боку Беларусі. Напереда не стала ведома пра двух дзятей мігрантов, які пасля пероходу беларуско-литовской мяжы трапіли у реанимацію. Павылі батькоў праваднікі з Беларусі далі дзятям быцам бы заспакаяльніе таблеткі. Адну з такіх таблеток литовскія памежнікі аддалі на експертызу. Литовскія медыкі кажуть, што размовы дзе прапсіхатропныя рэчавы. Ёразвяз і Європейськае агентства памежный і берагавой оховы Фронтэкс оказывай Литвіда памогу для перадухілення наступстваў міграційнага кризасу. Днямі гумінітарных гроз знамётамі і сродками гігієнны прабыл у Литву з Польща. Уже омаль паўмєсіца кубінцы протестуюць супраць існой навостраві палітикі. Улады ўжуваюць да насельніства жорсткі рэпрэсіі дзе віновацяць ваўсім ЗША. У свой чаргу президент злучаных штата ўрыска асуджае дзеяні кубінскіх уладаў і рыхтуе новыя санкція. Яны закрануть адказных за разгон демонстрантаў. Гэтае да іншая навіна замежаў а глядзе Надзея Бельскай. Прэзідэнт ЗША Джо Байден рашуча судзіў задушэні масавых протестаў на Кубі і анансаваў новыя санкція супраць улады Украіны. Яны закрануть керавнікоў збройных сілаў ў падраздзялэня Міністэрства внутрэных справаў. Супраць міністра рэволюцинных збройных сілаў Кубы Альвара Лопеса Мьєры і спеціальні націанальны брыгады Купінська Гамус Чорная Беретэ санкція ўже увялі. Байден запэўнівае гэта толькі пачатак. Адстоўвання чалавэчый годнасті каптіснуць на рэжым змэтою дамахчыся неадкладнага вызвалэння незаконна затраманных палітычных вязнів, аднавіць доступ да інтернету і забяспэчыць захаванні асновных правоў Кубінська га народу. Пратэсты ўспыхнули адзінацатага ліпіня, але, як кажыць аналітыкі, спелі дауно. На выспе слабай экономіка, высокіа цэны, дэфіцит тавараў і ежы. Назіраюцца перабоў з електрычнастю. Асобным тригерам для протэстов паслужыл рост заражальнасті і смерцю прасковід-19. Уже мэсяц адковід-19 на Кубі прасчапляюць ўласную вакцыны. Улады ствяжаюць, што абдаля, гэткую назву мая препарат, эффіктыўнае амальна 100 адсоткав. Тымня менш на выспе назіраецца рост выпадкаў захворвання. Мясцовые насельніства недавярае офіцыйны статыстыцы, якае ствяжае адваротные. Павод для сусветны статыстыкі першая мэсца павод для заражэня займаюць ЗША. Затымы дзе Индэя замыкае тройку Бразилия. Пачас першай хвалі спершых позіцеў не сэходзіла Италия. Цепер яна на дзясятам мэсце. У країні обвешчаны рэжым надзвычайной сітуаціў. З гэтай нагоды Італія уводзіць сертифікаты ковід. А трымаць их могуць тэх, хто прыщапівся хацяб адной дозай вакцыны. Карткі будуть дзець у ресторанах, барах, дэй іншых закрытых памяшканнях. На транспорт такі пропуск не распаўсюджуецць. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова